Приветствую, друзья мои! Вчера буквально один из моих подписчиков попросил меня в комментариях почаще и побольше выкладывать практически полезные упражнения на канале. И поэтому, не отходя от кассы, мы прямо сейчас с вами запишем видео, в котором я порекомендую вам одно простое, но достаточно полезное упражнение, которое поможет развить навык выделения ноточек, или музыканты говорят акцентированных нот, относительно других. Давайте сейчас какое-нибудь произведение, песню возьмем, скажем, мелодию из крестного отца. И я покажу вам на примере, что значит акцентированные ноты, и что значит, когда мы играем ноточки, не выделяя их, относительно других нот. Вот, смотрите, играем ярко. А вот эти вот ноточки, это просто сопровождающие ноточки. Будет странно звучать, если вы сыграете... То есть явно и так будете выделять, и это некрасиво слушается. А когда вы играете... Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что суть вам понятна. Ну, конечно, импровизировать можно что угодно. Теперь относительно этого упражнения. Как раз-таки здесь это упражнение поможет вам научиться контролировать определенные долечки. Вы знаете, что есть различные варианты исполнения, когда мы играем дуолями. Метод дуоли, это когда вы на один удар играете две ноточки. То есть один удар, и вы за этот удар успеваете играть две ноты. Есть триоли, когда мы на один удар играем три ноточки. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, и квинтоли и так далее. Продолжать не будем, тут все понятно. И это упражнение как раз-таки поможет вам развить и улучшить ощущение трёльности, когда вы играете трёльками на музыкальном инструменте. Наигра это упражнение, оно элементарное, состоит всего из трёх аккордов, ля минор, ре минор и ми мажор, и выглядит оно следующим образом. Сейчас играю, чуть-чуть прокомментирую, и ссылочки, кстати, на это упражнение, на табы, на ноты я оставлю под этим видео. Такое вот упражнение. Ещё раз. Обратите внимание, что раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Вот такая вот пульсация присутствует в этом упражнении. И нам с вами нужно первую и третью доли акцентировать, а вторая, она должна быть немножко просевшей. То есть как раз-таки на вторую долю попадает басовая струна. И мы играем раз-два-три, 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 раз-два-три. Вот первую и третью доли нам нужно акцентировать. Думаю, что при должном усердии и при тренировочках это упражнение у вас будет прекрасно получаться, потому что оно не сильно сложное, но очень будет выручать вас, когда вы будете импровизировать или играть на гитаре произведения, в которых нужно выделить мелодическую линию и наоборот аккуратненько сыграть, не выделяя эти ноточки, какие-либо струны, которые звучат в качестве такого сопровождения гармонического. На этом видео это заканчиваю. Если оно показалось вам полезным, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал ещё, если не подписаны. Делитесь этим видео со своими друзьями. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.